Всем привет! Вы на канале для любителей и о любителях. Здесь вы не найдете ничего о элите лыжного спорта. Сейчас мы тебе вколем и ты будешь бегать. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые касаются только любительский лыжный спорт. Поехали! На этом канале мы рассказываем о жизни лыжников-любителей. Они будут просто страдать. Как они тренируются и соревнуются. Говорим о прелестях и перипетиях любительского лыжного спорта. Пацаны вообще, ребята, классно! И тема сегодняшнего выпуска. Нужны ли лыжероллеры лыжнику-любителю в летний период? И зачем на них вообще тренируются? Давайте разбираться. Поехали! В прошлом выпуске мы разбирались, чем отличается лыжник-любитель от профессионального спортсмена. Ссылку на это видео я прикреплю вот здесь. Если ты еще не посмотрел, то поставь это видео на паузу и пройди по ней. Посмотри и обязательно оставь там свой комментарий. Да и вообще классно! Вы все молодцы! Не, в натуре класс! Четко! Умеете! Могете просто! Я совсем забыл рассказать, по какому поводу мы все здесь собрались. Сегодня 14 октября. Приморский край. Закрывает лыжероллерный сезон. Это был яркий, незабываемый, местами эпичный и очень эмоциональный летний сезон. А потом на финише мы с ним прибежали вдвоем, но я ему проиграл камень, наверное, с бумагой. Итак, что такое лыжероллеры? Погнали разбираться! Лыжероллеры – это спортивный снаряд для летних тренировок по асфальтовому покрытию, имитирующий лыжную технику. Они бывают классическими и коньковыми, быстрыми и медленными. Любителю рекомендуется использовать на тренировках средние по скорости качения лыжероллеры, для того, чтобы не заходить в высокие пульсовые зоны. Мне держать на медленных лыжероллерах первую-вторую зону не доставляет проблем. Но если, грубо говоря, есть лыжники-гонщики, которые тренируются один раз в неделю, два раза в неделю, у них не раскачанное сердце. Допустим, не готов опорно-двигательный аппарат, не готовы мышцы. Для них, само собой, эти лыжероллеры на медленных колесах будут офигенным мучением. Они будут просто страдать на них. Никакого правильника, меня сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего не ездят. А если ты лыжник подготовленный, если у тебя все хорошо, то ты вполне легко переваришь все это. Войти в пятую, в последнюю свою пульсовую зону, конечно, если взять медленные роллеры и работать в подъем на максимальную силу, то, конечно, можно себя загнать в такие зоны. И если взять быстрые роллеры, то можно спокойно, как вы говорите, кататься на велосипеде, спокойно не напрягаться. Можно и так. Какие лыжероллеры бывают? Как и на каких тренировках их используют? Какие лыжероллеры выбрать начинающему? Вся эта информация есть в ролике по этой ссылке. Там есть полный разбор этой темы, поэтому сейчас мы не будем углубляться в нее. Просто перейди по этой ссылке и посмотри видео. Это поможет тебе выбрать твои первые лыжероллеры под конкретно твои задачи. Очень рекомендую посмотреть этот ролик. Я стал вторым, но третьего у меня день рождения. А потом еще мой телефон разрядился. Лыжероллеры являются составной частью подготовки лыжника-гонщиков в летний период, в межсезонье. Являются отличным инструментом для оттачивания, прежде всего, техники лыжных ходов. Если хотите знать мое мнение о лыжероллерах, то я бы сказал следующее. Лыжероллерный сезон и занятия на лыжероллерах в общем, будь то тренировка или соревнования, нравятся мне больше, чем лыжи зимой. Можете закидать меня шапками, но это правда. Если бы не лютые морозы и вдобавок высокая влажность в нашем прибрежном регионе, я бы рассуждал, наверное, по-другому. Но я с трудом переношу зимний период, хотя стараюсь не пропускать соревнований зимой. И, наверное, я такой не один. Поэтому, по мне, так лучше лыжероллеры, жара, пот, кровь и слезы летом, чем сопли и мороз до костей зимой. Ну, я очень, мне грустно. Вот, не знаю, что делать. Может, награждение еще будет, сказали, деньги дадут. Но бытует мнение у старых, наверное, закаленных тренеров, еще с советской школы, что лыжероллеры не обязательны в использовании для подготовки лыжника-гонщика в летний период. Это я слышал уже не раз, и не два, наверное, и не три. Лыжероллеры сейчас выпускают такого качества, что они практически похожи, да, вот, что на лыжах, на зимних, что на лыжероллерах. И это дает возможность людям тренироваться практически, вот, ты с лыжероллером становишься сразу на зимние лыжи и практически не ощущаешь того, что ты, да, большого различия, да, большого различия нет. Поэтому, с учетом того, что вот здесь есть лыжероллерная трасса, которая, на которой можно тренироваться практически до снега, ну, это просто хорошая, да, вещь. В данный момент мы находимся на подъеме. Камера, возможно, не передает его, но довольно-таки острый градиент здесь. И побежим мы на медленных лыжероллерах SkyTime, и нам придется не сладко. Вот сейчас участники, кстати, бегут на этих лыжероллерах. Это третья тренировочная резина, и в этот подъем придется очень серьезно поработать. Ну, лыжероллеры лучше, наверное, в тренировочный период использовать с более медленными колесами, так как это больше дает эффект именно нахождение на снегу. Потому что если использовать лыжероллеры с полиолитаном и в тренировочных целях, то на снег будет вставать, ну, несколько тяжелее и привыкать к этому тупому скольжению, можно так сказать. Потому что лыжи у любителей, как правило, едут всегда не очень, потому что у нас, ну, допустим, нету там 40 пар или 20 пар примерно на одну погоду, из которых мы можем выбирать и профессионального сервиса по подготовке. Как бы нам не откатывают по 10 пар лыж, а потом не говорят выбирай. Вот, соответственно, иногда ты попадаешь в какое-то скольжение, иногда нет. И вот, чтобы было проще, нужно тренироваться на медленных лыжероллерах. Ну, нам сначала дали старт, нас было 5 человек. Ну, мы побежали. Сначала я побежал вторым, потом опять вторым. По поводу полезности тренировок на роллерах для общего развития и прокачки техники лыжного хода. Я считаю, безусловно, лыжероллеры полезной штукой, чтобы не растерять технику и навык до основного лыжного сезона. Тренировки на роллерах развивают чувство баланса, улучшают устойчивость и стабилизацию. Тренировки на лыжероллерах в межсезонье – это один из лучших способов улучшить вашу физическую форму и лыжную технику в будущей зиме. По кинематическим характеристикам передвижение на лыжероллерах наиболее близко к передвижению на лыжах, в то время как энергозатраты несколько ниже. Поэтому, если у тебя еще нет лыжероллеров, то крепко подумай о их приобретении. Вот ссылка, которая поможет тебе выбрать твои первые лыжероллеры. Переходи, это очень полезное видео для начинающих. Смотри, мне ребята с Казахстана в основном пишут в комментариях на ютюбе, блин, типа ваши вот эти вот медленные роллеры, вы себя уродуете вот этими вот, замедляете себя, там у вас пульсовые зоны куда-то уходят, вы, короче, вообще не тем занимаетесь. Вот у нас скоростная тема, вот это, говорят, самое то. Ну, я немного не прав. Я пытаюсь тоже донести, что, ребят, извините, но это совсем другая техника. Мы подходим к лыжероллерам как, например, к тренировкам в летний период, потому что мы лыжники, по своей натуре мы лыжники. А у вас вот эти вот скоростные лыжероллеры, это совсем другая тема. Скоростные тренировки на лыжероллерах дают тоже много полезного и функционального для подготовки лыжников-гонщиков. Ну, тут была сложная трасса, но потом было легко. Катание на лыжероллерах вовлекает в тренировочный процесс именно те специфические мышцы, которые используются зимой на лыжне и которые не задействуются, либо задействуются слабо в других видах подготовки, таких, например, как бег или велосипед. Лыжнику нужно не забывать, что такое стабилизация, даже если ты делаешь стабилизационные упражнения летом, на балансировочной подушке, либо еще как-то прыгаешь на кирпиче, кто-то ходит по канату и так далее. Это, конечно, все супер, это все развивает, но когда в летний период нет практического применения, ну, как бы это не дает развиться лыжнику в полном объеме, наверное, так. В отличие от бега и велосипеда, лыжероллеры помогают вспомнить опытным лыжникам о начинающем развить чувство баланса и устойчивости при движении по неровной поверхности. Любители лыж оправданно замечают, что после межсезонья, проведенного в интенсивных занятиях на лыжероллерах, им гораздо легче дается начало зимы на лыжах, на снегу. Благодаря тренировкам на лыжероллерах с самого начала лыжного сезона вы будете обладать отличной силой, функциональной подготовкой и устойчивостью на лыжах. О, спасибо, но я не ем пирожки, только бабушкиной. Лыжероллеры улучшают циркуляцию крови, способствуют насыщению организма кислородом, улучшают выносливость, развивают силу, тренируют опорно-двигательный аппарат. Тренировка на свежем воздухе при работе стольких мышц приводит к потреблению большего количества кислорода, что благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, это прекрасная профилактика болезней дыхательных путей. Катание на лыжероллерах помогает снять стресс, улучшить настроение и укрепить иммунную систему. На медленных лыжероллерах, как правило, резина, каучук, он мягкий. Соответственно, это гашение вибраций, это более мягкий прокатик. Соответственно, ты меньше травмируешь свои суставы и колени, потому что за тобой же не стоит бригада фарм-врачей, которая тебе говорит, сейчас мы тебе вколем, и ты будешь бегать. Ну, сложности, это мой соперник, это Руслан. Он очень хороший парень, но он упал. Ну, я думал, я его догоню, но он упал, но я все равно не догнал. Популярность лыжероллеров растет с каждым годом. Строятся специальные роллерные трассы. Однако, начинающим не надо торопиться на крутые склоны таких роллерных трасс. Они все-таки ориентированы на спортсменов с некоторой подготовкой. Получать первые навыки лучше всего на равнинных участках, на лыжероллерах. Можно кататься там, где есть хороший гладкий асфальт. И не создается помех другим людям. Идеальные места – специальные лыжероллерные трассы. Аккуратнее, аккуратнее. Которых в последнее время в России строят все больше и больше. Лыжный спорт всегда был и остается в приоритете. И на нем, в том числе, строится здоровье и сила каждого поколения. Пять раз в неделю, не меньше, мы тренируемся на лыжероллерах. Я тренируюсь пять-шесть раз в неделю. В понедельник – это обычно отдых после соревнований. Во вторник – это имитация. И день через день – это роллер и кросс. Роллер и кросс. А в субботу обычно, если нет гонки, то это какая-то длительная тренировка. Ну, в воскресенье, если гонка, то гонка. Да, и я вот хотел поделиться нашим новшеством. Вот сзади нас замечательная барана. Это такой клин, состоящий из трех рельс. Они сваренные, скрученные винтами. То есть они практически уже вечные. Это нам помогли железнодорожники. Да, парни очень у нас занимаются здесь главный инженер. И они нам посодействовали. Да, сделали вот такой замечательный агрегат. Он просто даже не надо грейдера. Он планирует трассу вообще идеально. Вот сейчас мы перед осенью, перед зимой прошли все просеки, всю трассу. Вот можете убедиться пройти ровненько, идеально. Поэтому можете сфотографировать. Мы можем поделиться с вами, как ее делать, рассказать. Это очень хорошая вещь. Ну, а если говорить вообще о этой спортивной локации, то, да, вот эта вот лыжероллерная трасса, да, вот асфальтовый круг. Покажите, пожалуйста. Вот, а сейчас я нахожусь на грунтовом покрытии. Это получается не просто дорога. Это именно зимняя лыжная трасса. Здесь происходят основные события зимой. И ее уже начали готовить, ее начали баранить. Она вся прокошенная. Марафоны мы бегаем по этому полю. Здесь очень большой длинный круг. Покажи туда тоже. Вот идет дорога проселочная. Мы по ней бегаем марафоны. Именно зимой. Здесь круг можно намотать, наверное, до 20 километров сделать круг. Вот. Приготовления уже ведутся. Приготовления ведутся. И всех ждем зимой здесь с нетерпением. Здесь будут проводиться очень крутые соревнования на кубок и чемпионат Приморского края по лыжным гонкам. Поэтому, ребята, приезжайте. Не стесняйтесь. Пусть у вас там не самый высокий уровень будет. Все мы любители. Все мы чему-то учимся постоянно. И чем нас больше, тем мы сильнее. Все-таки, да, если ты считаешь себя лыжником больше, да? Да, а не роллеристом. А не роллеристом, да. Тогда тебе лучше использовать именно медленные лыжероллеры, а не скоростные. Там техника поближе к лыжам. А так, по сути своей, просто кайфуйте. На чем нравится ездить, на том и катайтесь. Да и все. Главное кататься. Тем более мы в большинстве своем любители. Поэтому, ребята, кайфуем, кайфуем и раздаем по красоте. Давайте. Давай, давай, давай. Проталкивайся сильней. Этот сезон еще больше нас сплотил, объединил вокруг общей цели. Сделать этот спорт более массовым, более разнообразным, ярким и зрелищным. И если ты присоединился к этому движению в этом году, значит все это было не зря. Итак, если данный ролик был полезен для тебя, то обязательно подпишись и поставь лайк. И обязательно посмотри ролик «Любители против профессионалов». Ссылка будет в описании под этим видео. Всем пока.